Запрещенных для свободы слова мест стало меньше. Сегодня краевые депутаты отменили запрет на проведение публичных акций, пикетов, митингов у образовательных, медицинских и иных организаций для пребывания несовершеннолетних. Это, например, больницы, школы, детские сады. Корректировать этот пункт закона вынудило решение Конституционного суда. И Алтайский край в числе первых регионов, которые на это пошли. У нас норма есть. Еще раз говорю, наверное, определенная логика у законодателя регионального предпринятия тоже была, потому что детская площадка у нее другое предназначение. Даже после того, как мы еще в январе отменили аналогичную норму тоже по построению Конституционного суда по Республике Коми в отношении административных зданий. То есть мы видим о том, что все спокойно и пока никаких нарушений нет. Правда, для проведения политических акций этого решения недостаточно. Писать запрос в мэрию все равно придется. Знаковая эта сессия была и в другом. Сегодня уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева сдала свой первый отчет как госслужащий. Внимание к нему было обеспечено только в камне на оби за это лето произошло несколько инцидентов, что нашло отражение в отчете. Предлагаю в рамках работы комиссии по делам несовершеннолетних кадрово усилить эту службу. Комиссия по делам несовершеннолетних – это не карательный орган, это точка сборки помощи семье. Эта точка сборки должна быть мощной. А еще больше ста предложений краевым и муниципальным властям. Ольга Казанцева уверена, нужна отдельная программа для профилактики безнадзорности. По данным уполномоченного, обращаться в ее службу стали вдвое больше, что говорит о росте доверия. Но полный цифрочет депутатов не подкупил. Как мне кажется, ваша главная все-таки задача – быть тем, как я уже сказала, адвокатом, либо тем человеком, который должен всегда заступать и первым эти проблемы поднимать, а не отчитываться о том, с точки зрения, ну скажем так, юридической, что было сделано. Надо искать причины этих нарушений. Профилактикой надо заниматься. Работайте с детьми по-доброму. Откройте душу детям. Мы забыли о том, что это дополнительные гарантии. А защищать права ребенка должны все мы. И правоохранители, и система образования, и здравоохранение. Это наша главная задача всех. А ее основная задача – контроль, защищать детей от произвола нас, государственных органов. Критика, искренние пожелания. Уже второе выступление Казанцева перед депутатами и приятным для нее не назовешь. Каждый остался при своем. В итоге трое отчет не приняли, шестеро воздержались, пятеро не голосовали, 49 – за. Также сегодня депутаты продлили региональный маткапитал еще на пять лет. И прописали два дополнительных варианта по его использованию – газификация и реабилитация детей-инвалидов. На приобретение товаров и услуг, но только тех товаров, которых нет в федеральном перечне реабилитации. Там и слуховое оборудование, и оборудование для детей, которые имеют диагноз ДЦП, и другие услуги, а также услуги сурдопереводчиков. Направить маткапитал на эти цели можно будет с 2021 года. Куда раньше заработает другое решение депутатов. Установку общедомовых счетчиков в многоквартирных домах теперь будут оплачивать не жильцы, а краевой фонд капремонта. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком.